Настоятельные требования медиков и гражданского общества вынудили Минздрав Кыргызстана объединить статистику. 17 июля пациентов с пневмонией здесь считают инфицированными коронавирусом. Мы пришли к выводу, что статистику надо объединять по нескольким причинам. Первое. Это отражает истинный масштаб заболеваемости. Второе. Позволяет объективно прогнозировать дальнейшую модель развития эпидемиологической ситуации. Изначально пациентов с пневмонией не изолировали, а медработники лечили их без средств индивидуальной защиты. И если ранее власти страны рапортовали о скорой победе над эпидемией, то через несколько суток после объединения статистики, 22 июля, Кыргызстан стал мировым лидером по числу смертей и инфицированных. В еженедельном рейтинге американского издания The New York Times. В июне в Казахстане началась вспышка атипичной пневмонии. По статистике Минздрава, только за первое полугодие 2020 года в стране зарегистрировано в три раза больше случаев пневмонии и в два раза больше смертности от нее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако пациентам с отрицательными ПЦР-анализами чаще всего отказывали в госпитализации. Во время лечения таких больных и даже в случае их смерти не соблюдали санитарные нормы. Людей, которые умерли от пневмонии, где ПЦР не был подтвержден, тело выдавалось на общих основаниях. При захоронении такого тела родственники и друзья, которые приходили на похороны, процесс омовения, когда происходил, очень большой риск был того, что они там заражались. И после похоронок в течение первой недели очень много людей заболевало и умирало. После международного резонанса о смертельной казахстанской пневмонии и консультации с ФОС, Минздрав решил объединить статистику с 1 августа. Однако спустя несколько недель делать это все же передумали. По требованиям ВОЗ произошло разделение по двум кодам. Первый код — это подтвержденные случаи коронавируса. И второй код — с отрицательным ПЦР-тестом. Однако объединять эти данные мы не собираемся. О распространении смертельной пневмонии в Таджикистане было известно задолго до того, как власти официально признали наличие коронавируса. Статистика смертности независимого сайта kvtg.info в разы превышает официальные показатели. В начале мая ресурс был заблокирован на территории Таджикистана. По мнению активистов, отрицая ковид-19, власти попросту играли жизнями граждан. Ведь люди продолжали жить в обычном режиме. Только перед визитом миссии ВОЗ 30 апреля республика сообщила о первых случаях коронавируса. В статистику по ковид-19 входят только подтвержденные ПЦР-анализами случаи. Информацию о пневмонии не публикуют. Министр здравоохранения Джамоли Дин Абдулла Зада избегает неудобных вопросов. Сколько умерло врачей во время пандемии? Почему вы не спросите других? Сколько умерло учителей и инженеров? А именно врачи вам нужны? Господин, вы меня число смертельных случаев от пневмонии не назвали. Наконец, Юлия службы скорой помощи Ташкента получали в день порядка 500 обращений с жалобами на пневмонию. Об этом рассказал вице-премьер Бегзот Мусаев. В Узбекистане пока даже не думает над объединением статистики по пневмонии и коронавирусу. Напротив, член республиканского штаба по противодействию ковид-19 Хабибулу Акилов заявил, что и до пандемии было много случаев пневмонии, а причиной текущей волны назвал активное использование комнатных кондиционеров. Из закрытого Туркменистана поступает информация о переполненных больницах с пациентами со всеми симптомами коронавируса. По данным Туркменской службы «Радио Свобода», в столичных больницах ежедневно умирают минимум по 30 человек. Власти по-прежнему отрицают наличие коронавируса, но морги выдают тела в пластиковых пакетах. При этом умершим ставят диагноз пневмония или ОРВИ. Наши страны хотят избежать критики, обвинений. Но здесь нужно быть честными с населением и решать конкретные проблемы. В медицине нельзя искажать реальную картину. Это опасно, потому что последствия просто катастрофичны. Бермет Барыгтабасова считает, что правительства стран Центральной Азии манипулируют со статистикой коронавируса и пневмонии для завуалирования своих провалов в борьбе с эпидемией. Меж тем только реальная картина заражения COVID-19 в регионе позволит прогнозировать дальнейшее развитие ситуации и тем самым спасти сотни человеческих жизней.